Ну а теперь давайте подробно разберемся, за что же на этой неделе проголосовали депутаты. Начнем, пусть не с самого буйного, но с самого важного, если посмотреть глазами большинства украинцев. С пенсионной реформы. Все-таки именно это решение затрагивает интересы наибольшего количества наших граждан. За пенсионной реформой стоит еще один субъект, Международный валютный фонд, который называл ее ключевым условием для получения Украиной нового транша. Напомню, что за три года наша страна уже получила от фонда четыре кредита. Пять миллиардов долларов весной 2015 года, еще миллиард семьсот миллионов летом того же года и по миллиарду осенью 2016 и весной 2017. С помощью именно этих денег Украине и удалось остановить падение гривни и стабилизировать финансовую систему. Собственно, ради этих целей, как утверждают нацбанки и Кабмине, очередной транш нужен и сейчас. А вот будет ли он уже осенью этого года? Или принятая пенсионная реформа еще может и не устроить МВФ? Это вопросы для наших экспертов. Тарас Казак и Тарас Загородний сейчас на связи со студией подробностей недели. Друзья, я вас приветствую и благодарю, что присоединились. Первый вопрос Тарасу Казаку. Тарас, скажите, пожалуйста, ваш прогноз. Оценят ли позитивно в МВФ принятую Украиной пенсионную реформу? Если да, то когда Украина может получить очередной транш от фонда? И как эти деньги могут быть израсходованы? Прошу. Еще весною наш уряд и наша влада святилась оптимизмом, что до конца 2017 года мы получим целых три транши от МВФ. З часом, час всплывает, пока что жодного транши нет, потому что те вимоги, которые висылал МВФ, мы не выполним. З другого боку, МВФ тоже идет на встречу. Он снял певные вимоги, например, вольный обеих земли, знание моратория. Цих вимогов в 2017 году уже нет. Но пенсионная реформа была такой вимогой, от которой МВФ не могла отказаться. Вона ишла очень непросто. Первый урядовый законопроект не был исполчен МВФ, была долгая затримка. Нарешті, все-таки, когда его поддержали МВФ, его внесли в Верховную Раду. И в первом читании его поддержала Верховная Рада. Но после этого, более 2000 правок нашим народным депутатам запропонировали. И большая часть этих правок не была поддержана МВФ. Мы видели даже лист МВФ, мы видели лист Святого банка, которые сказали, что за НАТО правки спотворюють этот законопроект. Но, наконец-то, часть этих правок все-таки народные депутаты ухвалили. И, наверное, в последний момент МВФ и Святой банк сказали, что так, нас влаштовывает эта редакция, которая ухвалена депутатами в Довгом Читании. И поэтому я сподіваюсь, что пенсионная реформа, это наибольший камень спотекания для МВФ, влаштует. Еще два момента, которые МВФ вимагал, буквально месяц тому, это борьба с корупцией, посиление борьбы с корупцией. Тут тоже треба визнати, что есть певные изменения. Недавняя изменена позиции президента, который еще два недели назад рассказал, что антикорупционные суды бывают только в Кенеи или в Угандии, и он не готов их запроводить в Украине. Остальные слова нашего президента про то, что так, он будет требовать от нашего парламента створить этот антикорупционный суд. И наступное – это приватизация. Приватизация тоже началась рухаться. За последний месяц мы продали 5 энергокомпаній, приблизно на 3 миллиарда гривен, не такая большая сумма, но хоть что-то, потому что последние годы этой приватизации не было. Поэтому я вважаю, что этих кроков, в принципе, достаточно, чтобы с оптимизмом сейчас дивиться на тот транш, который мы получаем. А на что он пойдет? Он пойдет, правда, на поддержку гривеней, потому что вся сумма, которую выдаёт нам МВФ, она не может быть вытачена ни на пенсии, ни на подъем стандартах, ни на учителей, ни на лекарей. Выключно в золото валютные резервы Национального банка для поддержки форсовой стабильности нашей гривны. Понятно. Спасибо, Тарас.